В Самаре стартовала общероссийская антинаркотическая акция, которая продлится до 29 марта. Основные цели – противодействие незаконному обороту наркотиков и оказание помощи наркозависимым людям в лечении и реабилитации, сообщили в администрации города. В Хуйбышевском районе Самары сегодня возможны кратковременные отключения холодной воды. Это связано с ремонтом на сетях. Воду на время проведения работ отключат в домах по следующим адресам. Торговый переулок, улица Зеленая, Бакинская, Калининградская. В Самаре во дворце спорта прошел митинг-концерт, посвященный десятилетию со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. С крымской весной собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в программе события на телеканале Самара ГИС. В Национальном парке Самарская Лука закрыли зимник, автомобильную сезонную трассу по маршруту Белые домики, село Шелехметь. Погодные условия не позволили продлить работу временной дороги. Лесной маршрут закрыли для проезда всех видов транспорта. В России с 1 апреля начнут действовать новые правила выдачи водительских удостоверений. Ужесточат замену иностранных прав, увеличат список необходимых документов. А после трех неудачных попыток экзамен можно будет пересдать только через полгода. Водители грузовиков и автобусов должны будут сдавать теоретические и практические экзамены. Специалисты рассказали, опасно ли спать возле смартфона, который стоит на зарядке. Чтобы свести к минимуму вероятность возгорания, надо использовать качественные зарядные устройства. Необходимо следить за тем, чтобы смартфон не перегревался. В России в 2023 году произошло более 500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. В 86% случаев причиной пожара стала неисправность зарядных устройств, отметили в МЧС. Российские ученые создали биоразлагаемые пленки, способные увеличить срок хранения продуктов и сигнализировать об их порче. Разработчики уверены, что изобретение может заменить пластиковую пищевую пленку, что поможет также сохранить экологию.